Ребята, всем привет! Я решила зайти сегодня в Литуальд. Я хочу чего-нибудь новенького обновить, все переставить, в общем, сделать все по красоте. Возможно, будет еще одна такая новогодняя закупочка в ванну, но это не точно. В общем, идем крыльно-мыльным в ту сторону. Я взяла корзины, ребята, я их нашла. Давайте начнем отсюда. Это умывашка для лица. Есть обычная умывашка, есть с черным углем. Боже мой, интересно, она черная или белая? Это с какой-то елкой, с яйцами, с алоеверой, с авокадо, с чаем. О, это тоник для лица, посмотрите, какой интересный. Также еще есть вот такой крем для лица, интересный. Смотрите, это дневной, есть еще ночной, тоже прикольная тема. Это тоже для лица, всякие различные штучки, но у меня уход же есть, и я думаю, что мне для лица ничего не надо. Но хотя я вижу вот такие прикольные баночки, что это такое интересное, давайте посмотрим. Набор бальзам для лица, очищающий. Ну, выглядит это очень прикольно. Есть еще вот такой наборчик, он побольше. Я считаю, мне нужно взять. Возьму вот такую упаковочку, попробую, может понравится. Так, кладем в корзину. Я взяла две корзины на всякий случай, вдруг будет одной мало. Смотрите, что я здесь вижу. Гели для душа веганские. Написано все очень мелко, но он просто приятно пахнет. Вот смотрите, есть такой гель для душа и лосьон для тела. У них безумные эстетичные упаковки, мне безумно нравится, как это выглядит. Мне надо это взять. И эту, и эту. Кладем в корзину. Это гель для душа и крем для тела. Все из одной коллекции. Есть еще такой же крем для рук. Еще есть вот такой гель для душа с грушей. С колючей грушей написано. Ой, но этот мне не нравится, как пахнет. Этот мы не берем. И есть еще вот такой крем для лица и тела. Но я взяла просто лосьон для тела. Не, ну масочки, слушайте, у них такая гора, я их вообще не делаю. Их я точно не буду брать. О, а это патчи для лица. У меня их тоже настолько много. Я вижу здесь вот такие различные умывашки, крема для тела и так далее. Хочу взять себе крем от вот этой фирмы. Мне очень нравятся упаковки. Вообще это очень круто выглядит. Смотрите, крем парафин. Мне кажется, он будет немного погуще и увлажнять будет лучше, чем обычный крем. Вот есть с лимоном и виноградом. Блин, тут не понюхать, к сожалению. Как выбрать запах? Ладно, давайте будем просто на вид. Есть еще скраб с какао. Из персика у нас скраб есть. Что это? О, это масло для тела. Блин, я теперь не знаю, что брать. Может взять скраб с шоколадом и масло, а не парафин. Я хочу попробовать все, ребят. У меня сейчас очень сухая кожа. Я не понимаю, что происходит. Так, это с чем? Это, по-моему, без запаха вообще. Это с цветочками. Это какой-то спа. Увлажняющий, укрепляющий для тела. Этот питательный. И еще смягчающий есть. Короче, я хочу взять... Ой, еще смотрите, с грейпфрутом есть. Ну, это скраб для тела. И вот крем-парафин. Мне брать все для коллекции с какао. Или взять с лимоном и виноградом. Может, для коллекции взять, чтобы все одинаковое было. На улице похолодало. Хочу попробовать заказать продукты на дом. У Перекрестка есть доставка за 60 минут. Сейчас мы ее и опробуем. Заходим в приложение и делаем заказ. Я решила заказать что-нибудь к чаю. Нашла здесь свой любимый чай. Заказала две шоколадки, печеньки. Вижу еще один чай, который мне нужно попробовать. И закажу еще коробочку с чокопаем. Теперь ждем заказ. А пока вместо похода в магазин можно потратить свои силы на что-то другое. Допустим, сделать домашку. Спасибо. А вот и наши продукты приехали. Сейчас покажу, что я взяла. Круто, что не нужно нанести тяжелые пакеты домой. Все принесли прямо в двери. Ну что, смотрим? Вот такие новогодние печеньки с карамелью и корицей. Попробую эту новиночку. Далее две шоколадки. Одна с банановой йогуртовой начинкой, а вторая карамельная. Папа заценит. Далее чай, который я обязана попробовать с клубникой со сливками. Далее мой любимый чай с барбарисом. Это как бы всем советую попробовать. Ну и куда без чокопая? Вот такие покупочки. Кстати, у меня есть скидка на доставку продуктов из Перекрестка. Можете вводить этот правокод и получите скидку на свой заказ. И все красивенько выставим на полочку. Идеально. Пока что вот это кладем в корзину. Раз, два, три. И крем для рук. Кстати, крем для рук в такой упаковке очень интересно. Бальзам для рук. А я руки обожаю, мазать всякими кремами и так далее. Так что берем вот это или вот это. Ну крем для рук, наверное, полочку в ванной не очень будет. Но вот это я бы поставила даже к себе в комнату. Я возьму еще бальзам для рук. А вот тут другие вкусы есть интересные? Вот, я не взяла с персиком скраб. Есть еще с цветочками крем-парафин. И есть крем-парафин с лимоном и виноградом. Давайте для полной коллекции все это возьмем. И как раз дома мы все откроем и заценим. Так, крем-парафин лимон и виноград. Крем-парафин цветочный и пчелиный воск. Вот, с маслом персика. Чувствую крем для тела, но мне кажется, он без запаха. Какой-то он непонятный. Его мы не будем брать. Этот я тоже фитнес-скраб. Это что такое? Да и, пожалуй, все. А еще и с цветочками. Но тут упаковка уже не та. Все, берем вот это и достаточно. Нет, еще есть скраб с гималайской солью и грейпфрутом. Это мы тоже возьмем. Красота, мне такое нравится. По-моему, нам двух корзин будет немножечко маловато, так скажем. Ну, так вышло, так вышло, ребят. Это жизнь. Есть еще вот такой мист для тела интересный. Кстати, я здесь видела мисты. Я предлагаю к ним сейчас подойти. Правда, есть проблема. Их нельзя понюхать. Но они очень круто выглядят. Их надо купить. Смотрите, называется парфюмированный спрей. И я не знаю, вот с каким они ароматом. А, смотрите, ирис поднебесный. О, боже мой. Так, это что? Это тонкий намек. Еще один есть. Томная карамель. Вот я вот это хочу с карамелью. Это я люблю. И вот еще, смотрите, есть с мандарином. Ну, кстати, под Новый год с мандарином можно даже и взять. Будет прикольно. Вот я выбираю вот эти два места. Сейчас, секунду. Мне кажется, это какой-то другой. Медовый месяц. Ну, это что-то с медом, наверное, будет. О, я вижу тестер. Дынная мелодия. А где такую найти? С дынкой, кстати, прикольно. Больше тестеров, по-моему, нет. Все, я беру вот эти два. Я решила. Кладем в корзину. О, ребят, смотрите, Dolce Milk. И это, по-моему, новинка. Это духи. Ребята, нам надо это понюхать. Так, первое. Ваниль Оскар. Кто знал, что в Dolce Milk появились духи? Я была не в курсе. Это пахнет один в один, как Victoria's Secret. Так, это плам слива и инжир. Прикольно пахнет такими конфетками. Дальше. Ананас. Ананасовая премьера. О, пахнет, как Dolce Milk. Габбана. Понюхай. Реально, один в один прям. Чисто случайное совпадение. Это лаймовое преступление. Но лаймы я не очень люблю. Пахнет лично для меня освежителем воздуха. Я просто не любитель. Вот это будет сейчас, наверное, любовь. Это печенька. Ребят, нам вот это надо купить. Это очень вкусно пахнет. Это мне надо. О, она последняя осталась. Ребята, покупаем духи. Как бы так вышло. Ну, без этого никуда. Далее роза. Ну, роза, но мне не нравится. И вишенка. Это как Tom Ford. Вот такие дела. Я взяла с печенькой. Мне еще понравилось и ваниль, но это пахнет как Victoria's Secret, поэтому это нам не надо. Но вот не знаю, брать вот эту или нет. Но она тоже вкусно пахнет. Короче, я решила взять только печеньку. Я тут вижу безумно интересный скраб. Этот с кофе, этот с ванилькой, этот с вишенкой, этот с бананом. Нам это надо взять. Посмотрите, как это круто выглядит. Ну, мы берем каждый по одной. Это мы все красивенько составим. Так, всего у нас получилось 4 скрабика. Я возьму вот этот. Кладем в корзину. Так, раз, два. И сюда. Раз, два. Ну, скрабики я, скорее всего, буду ставить шкафчик. То есть, не на главный этот стендик. Ой, ребята, вот еще интересная полочка. Смотрите. Это маска для лица. Посмотрите, как круто выглядит. С арбузиком, с папайей, с ванилькой. Это, скорее всего, ананас. Что-то веганское. Ну, в общем, круто выглядит. Так, ну я вот увидела здесь хиами, и я сразу пришла сюда. Это что у нас такое? Это гель для душа мицеллярный. Это нам не надо. О, это крем для рук. Вы не представляете, как это вкусно пахнет, ребят. Мне кажется, нам нужно взять что-то из этого. Ребят, скоро Новый год, и я уже потихоньку начинаю собирать подарки. Я считаю, что мне нужно взять пять штучек таких кремов для рук. Я возьму голубенький с тирамису, желтенький с лимонной меренгой. Розовенький с шоколадно-миндальным этим, с красотой. Красотой что такое? Ну, как-то вот так это выглядит. И возьму еще один такой розовенький. И голубенький возьму. Такая красота. Нам это надо. Что-то слишком огромная штука, но это очень круто выглядит. Это такой скраб для тела, ребята. Это он огромный. Это, не знаю, мне на пять лет его хватит. Давайте посмотрим на него поближе. Давай присядем. Нам это очень надо взять. Это, блин, это очень круто выглядит. Смотрите, какая банка со скрабом. Тяжелая, прям увесистая, 700 даже грамм. Нам это надо. Ну, можно, наверное, понюхать, но это очень круто выглядит. Она вот как будто похожа, напоминает что-то прям мне. Вот что напоминает тебе? Фу, как звездочка. Мама не заценила, она сказала, что пахнет, как бальзам звездочка. Ну, окей. Я бы купила, ребят. Так, на этой полке мне безумно понравились гели для душа. Я их хочу взять. Вот такие. Посмотрите, как они круто выглядят. Этот с лавандой, а этот просто классический. Только я упаковочку другую возьму. Вот это. Вот, все. Это будет очень круто смотреться на палочках. Смотрите, это парфюмированная свеча. Прикольно. Чипа зажигаешь, она прям с ароматом. Это с шампанским, а это с розой. А это, по-моему, бомбочка для ванн. А, что? Это бомбочка для ванны, а вот это патчи. Еще возьму для папы вот такой наборчик. Это у нас набор гель для душа и шампунь 2 в 1. Берем. Это нашла, кстати, еще гель для душа. Давайте покажу. Идем, идем. Сейчас я положу. Тут уже, правда, места нету. Ну, положим вот так. Смотрите, какие тут прикольные штучки. От сода я нашла. Гель для душа. Это лайм кока-кола. Это латте. Клубничное мороженое. Кокосовые печеньки. Это крем, типа, ну, сливки вот эти. Это опять повторка латте. Это банановый мелок шейк и кокосовое печенье. Я предлагаю вот эти маленькие взять. Это очень круто выглядит. А вот у тебя две большие, тогда не будем брать. Возьмем вот это. Так, раз, два, три. Так, подождите. А это что такое? А, это вообще разные вещи, ребята. Это кондиционер для волос. Нам кондиционеры для волос не нужны. Нам нужны гели для душа. А из гелей для душа здесь только кока-кола. Клубничное мороженое. Кокосовое печенье, кокосовое печенье, вот еще сливки и латте есть. Также для душа. И возьмем вот эти два больших геля для душа. Идем на кассу, наверное, уже. Дома будет распаковка. Ребята уже собирались уходить и нашли вот такой отделчик. Посмотрите, тут есть масочки для волос, крема для тела. Это что такое? Это суфлепатч для лица. Интересно. И есть также геля для душа, кондиционеры и мыло для рук. Еще мыло для рук, потому что мы хотели купить. Вот, с дыней. Но не нашли. Вот это прям вообще красота. Это шампунь. Это тоже шампунь. Это шампунь. Это кондиционер. Кондиционер. Гель для душа. Гель для душа с шоколадом, смотрите. Это кондиционер для волос и гель для душа. Я предлагаю взять только мыло для рук, потому что нам оно реально надо. Так вообще тут всего много. Вот это меня, прямо честно скажу, заинтересовало. Какая-то интересная штукинция. Крем-коктейль для рук. О, боже мой. Имбирный пряник. Ребята, я это хочу взять. С имбирным пряником посмотреть. Это надо взять. Извините. Я не сдержалась. Ребята, мы дома. Давайте, веселка, сделаем обзор моих покупочек. Мне очень понравились мои сегодняшние покупки. В ритуале было много новинок. Давайте unpacking. Так, начнем с этого пакетика. Во-первых, вот такой крем-парафин с лимоном и виноградом. Я закатываю рукава, потому что я хочу очень это все понюхать, попробовать. Так, позвали. Вау, мне очень нравится, как это выглядит. Как будто пчелиный воск. Как пахнет. Это крем-парафин. Офигеть. Как пахнет. Вот это я очень советую. Прям вот лимоном. Не лимоном, а даже, знаете, конфетками лимонными. Мне нужно посмотреть, как правильно этим пользоваться, потому что, возможно, его нужно нагревать. Я не в курсе, но вообще это очень круто. Способ применения. Обезжирить кожу тоником. С помощью скраба удалить аргалевшие клетки кожи. Нанести на кожу средство для ухода. Крем-флюид. Плотный слой крема-парафина. Накрыть защитной пленкой. А, короче, вы тело мажете вот этим кремом-парафином и потом пленкой заматываетесь. Но это для похудения, если. Короче, разберемся, пахнет просто офигенно. Так, далее. Вот от этой же фирмы я вижу скраб для тела с гималайской солью. И это все с грейпфрутом. Тут грейпфрут, апельсин, масло ши, морская соль, глицерин. А же тут есть. В общем, очень интересненько. Давайте открываем. Опа-опа. Ногти. Опа. Как это пахнет вкусно. Мне это очень нравится. Ребята, это я прям ставлю однозначно лайк. Вот это я сразу выкидываю. Я не люблю эти штуки. Очень вкусно пахнет. Я этому тоже ставлю лайк. Представляете, как будет в ванне красиво это все смотреться. Так. Здесь дали от этой же фирмы. Также крем-парафин, цветочный и пчелиный воск. Цветочный гектар. В общем, должно быть с ароматом цветочков. Типа такого. Или с медом. Нежно-голубого цвета. Безумно знакомый запах. Как будто косметика какая-то у меня была с этим ароматом. Блин. Очень нежный. Ой, я надавила побольше. Он прям все расплавился. Смотрите, какой жидкий стал. У этого крема очень нежный и приятный запах. Как будто у меня духи такие были. Ну вот да. Как будто что-то было с духами связано. Ну, в общем, офигенно пахнет просто. Но вот это мне понравилось больше. С виноградиком это, конечно, просто взрыв. О, боже мой, как конфетка. Короче, я не пожалела, что купила эти баночки. Этим я 100% буду пользоваться. Так, идем дальше. Это скраб с персиком. Я специально купила все баночки, чтобы в ванне все было такое эстетичное. Все под один цвет, под один дизайн. Я вообще, честно говоря, ребят, не помню, когда я последний раз закупалась в ванной. Ранномыльными. Это было очень давно. На покупку этого всего у меня ушло 16 тысяч. Там были какие-то скидки. Если бы не скидки, то отдала бы чуть побольше 20. Ну, как сказали, 20 с хвостиком. Вишня и лимон просто покорило мое сердце сегодня. Так, вот это скрабики, да? Ну вот, вот так вот будет. Так. А дальше уже нет этой фирмы все, потому что остальное там. А, это я вам не показывала, как покупала. Это спонжики. Потому что мои что-то уже немного сдохнут. И мне уже нужны новые. Мне вообще не нравятся твердые спонжики. Ну, прям неудобно. Вот эти твердые. Ну, короче, я не знаю, что делать как бы с ними. Буду их водой каждый раз мучать. Так, дальше. Вот эти мисты, боже мой, как я хотела их понюхать. Первый будет с томной карамелью. Ммм. Карамелька. Мне же мало ванильных духов, да? Ванильные духи и я, это просто как бы, ну... Так, погнали. Ммм. Интересный запах. Вот, смотрите, написано. Как и сама тающая карамель. Аромат, в котором тонут, оставляя после себя еле заметный шлейф. Нотки жасмина, яблока, розового перца и мускуса. Так, а этот с мандаринкой. Что-то, по-моему, не мандарин. Ребят, нас обманули. Что это такое? Мандарин. Тут еще персик, черная смородина и кедровая вуаль. Я чувствую только мед, которого здесь нет. Запах точно не Happy New Year. Это я вам не советую, это не берите. Вот это было прикольно. И вот с дынькой тоже, то, что я тестер нюхала, тоже было прикольно. Это не советую. Так, дальше давайте смотрим. Это сода. Сейчас сразу все достану. Нет, сначала вот это откроем. Это у нас бальзам для лица. Да, очищающий. Вау, вау, вау. Так, открываем. Ориджинал, тут они отличаются чем-то. Сейчас, подождите, секунду. Короче, я ничего не поняла, что на них написано. Вот такие прикольные штуки. Это бальзамы для лица. Типа макияжами смывать. Они очень круто выглядят. Давайте откроем. Во, какая красота. Пахнет приятно. Так, пудровый такой аромат. И вот понюхаем голубенькую. Они пахнут одинаково. Такие вот баночки. Так, и далее сода. Соду надо высыпать, потому что тут куча всего. Ребята, Ксения, вот так вот, потому что я взяла два одинаковых геля. Один большой, другой маленький. Поздравляйте меня. Ура. Ну, что тут мы подарим? Чтоб два больших было. Так, все, погнали. Давайте открывать и нюхать. Это, значит, у нас сливочки. Сейчас, чтоб не ошибиться. Прямо тут есть на русском? А на русском нету. Значит, будут сливочки просто. Такой цвет у него фиолетовый. Странно очень для геля для душа. Что-то как-то пахнет химией. Сейчас, подождите, может, я не почувствовала. Как будто вот переборщили с чем-то химической резиной китайской. Ну, вот резиной пахнет, да. Короче, ребята, это пахнет китайской резиной. Не понимаю, что не так. Это должны были быть ирландские сливки. Да, блин, реально, что-то вообще не менее нравится. Ладно, идем дальше. Ну, вот это должно быть вкусно. Это имбирное латте. Звучит безумно вкусно. Главное, что без резины. Тогда будет очень. Вся надежда на вас. Потому что, ну, с латтой это как бы, ну, должно быть, блин, безумно вкусно. Да вы издеваетесь! Какая резина! Нет! Я отказываюсь верить. Это скажите, что у меня коронавирус. Я запахов не чувствую. Пожалуйста, я очень хочу верить, что тут будет, ну, как бы латте. Я не понимаю. Оно пахнет сначала латте, а потом прям жестко тебе вот так вот резину предоставляет. А почему? Почему? Чувствуешь? Если не очень прислушиваться, тогда, ну, будет латте. Ну, а так это резина. Так, дальше, надежда. Короче, вот когда болеешь, нос у тебя не дышит. Вот этим можешь мыться. А так лучше не надо. Это гель для душа с блестками, он прям очень шиммерный, прям нереально. С кока-колой и лаймом. Я надеюсь, что тут не будет шин, никаких ни резин, ни шин. Так. Слава богу, ура! Вот это прям реально вкусно пахнет. Прям вот с кока-колой и лаймом, прям реально вкусно. Так, еще один гель для душа с клубничным мороженым. Ммм, да что вы говорите. Сейчас такое мороженое попробую, резиновое. Резиновое мороженое. Так. Какой аромат резиновое. Резиновое. Ну ладно. Ну, оно, блин, пахнет, конечно, клубничкой, но пахнет еще наполовину резиной. Ну, резина зачем тут, она нереально лишняя. Ну, немного, ну, как бы, ну, чуть-чуть, чуть-чуть лишняя. Ну, кстати, возможно, это сам пластик так пахнет. Ну, короче, воняет резиной, как будто я, как будто шину для машины нюхала, реально. Так, открываем теперь большие упаковки. Кокосовое печенье. Надеюсь, не резиновое, это тоже все блестит. Мне интересно, как потом это на теле будет смотреться. Ммм, вот это прям очень вкусно. Советую. Вот мне кажется, что резины пахнут прям очень те, которые без блесток, типа вот такие. А вот с блестками они пока что хорошо пахли. Вот это прям любовь. Этим я буду пользоваться 100%. А это банановый милкшейк. О, боже мой. Резина? Это прям реально банан вообще. Сироп банановый прям вообще. Очень такой, прям реально очень вкусно пахнет. Вот, короче, с блестками мне безумно понравились. Без блесток Г. Поэтому не берите без блесток. Вот, видите, как хорошо, что два взяла. Самый вкусный. Так, и следующий пакетик. Ну, это для папы, это мы не будем открывать. Это презент. Так, далее. Крем парафин с какао. Ммм, это я очень хочу открыть. Это прям вкусненько должно быть. Ммм, прям тоже вообще замечательный аромат. Мне безумно нравится. Ну, вот это прям тоже вкусно пахнет. Шоколадки прям такой. Ммм, вкусненько, это прям вообще респект. Это мне нравится. Кентинайка в упаковочке. Так, еще от этой фирмы я взяла бальзам для рук. Это тема. Это интересно. У меня тоже бальзамов для рук ни разу не было. О, а что оно не... Ну ладно. Я думала, оно будет другое по цвету. Типа, как вот такое, более прозрачное. Оно прям как крем. Так, давайте наносим. На ощупь как обычный крем для рук. Пахнет. Как вот крем для рук, знаете, который вот у бабушки в детстве был. Который вообще без запаха, без ничего. Так, еще. Шоколадный какао скраб. Ну, это прям вообще должно быть. Шоколадно-шоколадно. Открываем скрабик. Вау. Мне уже страшно. О, как пахнет вкусно. Посмотрите, какой цвет. Офигенный запах просто. Я теперь, короче, фанатка вот этих ароматов. Масло для тела восстанавливающее. Вот масло для тела, это вообще тема. У меня сейчас вообще очень сухая кожа. Я не понимаю, с чем это связано. Потому что я ее масла, я ее машу всем просто, чем можно. Мне это очень нравится. Ребята, это теперь моя любовь. Я теперь этим буду 24 на 7 пользоваться. Я искала вот такую вот фигнюшечку для тела. Это же, блин. Это очень круто смотрится. И пахнет приятно. Пахнет шоколадкой Риттер Спорт. Вот другие пахнут по-другому. Так, вот так вот чуть-чуть возьмем. Прям такое масло. Короче, все, я фанатка теперь. Это моя любовь. Теперь вот я буду пользоваться всем шоколадом. Далее. Скрабики для тела. Это с ванейкой. Открывать не будем, потому что сейчас откроем, и сразу все посыпется. Мы просто красивенько составим. А потом уже я по случаю буду открывать. Это с бананом. Это с кофе. И с вишенкой. Так, давайте высыпем, чтобы нам было проще. Так. Это духи. С печенькой. Печенька с предсказанием. Я была в шоке, когда увидела духи от Dolce & Milk. Это что-то новое. А у этих еще такой аромат вообще просто, ребята. Когда я была помладше, я просто обожала Dolce & Milk. Ну, типа, прикольная фирма была. Мне очень нравились запахи вот эти все. Да и сейчас они тоже вкусно пахнут. Но как-то я уже отошла от этой темы. Но мне уже более такое, типа, нравится. Ну, поспокойнее ароматы, что ли. Вот. Но с печенькой. Печеньку я не могла обойти стороной просто. Поэтому, как бы, она у меня. Ну, все понятно. Ребят, ну, в общем, до свидания. Это пахнет просто, ну, печенькой. Это вот, знаете, сначала шоколад. У меня еще есть духи с шоколадом. Я, короче, буду сначала мазаться кремами с шоколадом. Сначала скрабом, потом кремом. Потом этим маслом. Потом духами. Мне еще крем нужно найти с шоколадом, да? А, у меня есть. Вспомнила. Вот. Потом еще, короче, духами с шоколадом попшипаться. И вообще, чтобы песня была. И еще и помада с шоколадом. У меня она тоже есть. Ну, в общем, гениально. А при чем тут карамель? А я просто поняла, что они похожи очень на мои духи с шоколадом. И у меня сразу ассоциация, что бац. Я, короче, буду сначала этим, потом этим, потом этим. Короче, все по порядку. Так, далее крем для рук. Это вообще на подарки. Какие дела? Это питательный крем-коктейль для рук с ароматом имбирный пряник. Это мне надо. Потому что звучит это безумно вкусно. Я нанесу на руки прям. Это пахнет имбирным пряником. Ребята, меня обманули. Это не пахнет резиной. Ура! Это победа. Мыло для рук. Это же фирма. Я хочу понюхать. Это с дымкой. А, зелененькая. Пахнет очень даже приятно, я вам скажу. Прям вкусненько. Так, давайте дальше. И, кстати, это последние две вещи. Это гель для душа и лосьон для душа. Мне очень понравилась их упаковочка. Посмотрите, прям какая эстетичная. Это прям вообще очень круто. Open, close. Типа наверх и что-то и вниз. Вот, open нажали и можно пользоваться. Вот, видите? Только это гель для душа и тем сейчас не надо пользоваться. Мы откроем крем для тела. Лосьон для тела. Будь с таким же абсолютно ароматом. Вот. И мы запах еще почувствуем. Да. Ну и что такое? Не говори, что я эти сломала. Оно выдавливается, но оно не надевается обратно. Короче, ребят, я с этим и разберусь сегодня, поэтому вы не переживайте. Я с этим разберусь. Постой, давайте запах понюхаем. Что-то пошло не так. Ну пахнет просто вкусненько, типа. Просто вкусненько. Это лосьон для тела, а вот это гель для душа. Ну я почти не эту фигню, я обещаю. Ну я постараюсь. Ну папа постарается. Вот такие у меня получились покупочки. Мне безумно все понравилось с шоколадом. Это просто... Вот это отдельная тема. Это мне очень понравилось. Прям любовь. В общем, ребят, ставим лайки. Подписываемся на канал. Пишем в комментариях, нужно ли вам еще подобную новогоднюю закупку перед Новогодом. У меня такие руки сейчас прям такие напитанные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok